Ибрагим Самадов Как прошла подготовка? Были ли трудности? Можно ли ожидать каких-нибудь новых рекордов? Не рывки, а в толчке? Вы готовились к победе или какие-то результаты хотите привязать? Само собой, когда нет основных лидеров наших, и Руслана Албегова, и Алексея Лохчева, в данный момент от нашей команды, считаю, в состоянии представлять нашу страну через Могушков. И мы все надеемся на достойное его выступление. Задача у нас, конечно, попытаться выиграть, конечно. Не заболеть оставшиеся дни, не затравмироваться и спокойно в моральном плане сделать то, что должен спортсмен на помосте сделать. Мы со своей стороны, как тренера, постараемся своим вниманием обеспечить ему и будем надеяться, что спортсмен на помосте сумеет собраться. В принципе, не то, что именно персонально к Могушкову, а вообще это каждого спортсмена касается, каждого конкретного человека. Насколько он подготовлен к данному старту, насколько он может собраться и донести, и выложить это на помосте. А прикидки были? Какие интересные результаты? Мы каких-то прикидок не делали, потому что, например, у меня методики такой, нет привычки делать прикидок. Есть момент прощипывания весов. Ну да, вот был такой момент, как видите? Ну да, был такой момент, но немного там, 185 пару подходов порвали, 235 потолкали. И считаю, как бы необходимости нет, он привык до этого не настолько сильно нагружаться, допустим, чуть поработать, отдохнуть, потом прикидочку сделать. У нас сейчас этого не было, потому что я считаю, отдых только в момент подводки к соревнованиям. Остальное время спортсмен должен, дозированно, конечно, в нагрузках, но должен работать и не искать свежаков. Это мое на сегодняшний день убежденное мнение. Если где-то со временем будет видно, что я не прав, я постараюсь исправиться, научиться. Пока что я... О нас сейчас в супертежах определились определенные лидеры, их несколько человек. Почему именно выбор пал на вас? В смысле? Ну, например... Чтобы присматривать за Могушковым? Нет, нет, я имею в виду, например, есть Албегов, есть Ловчев. Дело в том, что и Албегов, и Ловчев решили пропустить этот старт. Вот и все. То есть конкуренции не было, просто взяли и предложили вам? Да, и Албегов, и Ловчев, они добровольно, скажем так, перепланировали свои старты. Поэтому тут вот такая вот ситуация. Я поэтому говорю, в отсутствие наших лидеров, я поэтому сказал, в отсутствие, подчеркнул, наших лидеров, в данный момент поедет Могушков, который при соответственном отношении к себе, к своему труду мог где-то, может где-то быть не совсем далеко от них. Посмотрим, насколько сможет он себя проявить, насколько мы смогли его подготовить, довести. А вы как планируете? Просто постараться выиграть? Или не получится ли, например, как вот Ловчев начинал с очень больших весов, забаранил? Нет, мы не планируем начинать с больших весов. Мы планируем осторожно, по дефонту, наверняка работать. То есть вы не будете около рекордных своих предельных весов начинать? Они в коем случае. Дело в том, что международный старт, все зависит от того, насколько сильны твои соперники. Если у тебя есть возможность не напрягаться на начальных весах, то есть не заказывать большие веса, нужно, да это по-любому считаю, нужно осторожно начинать. Дело в том, что чаще всего, когда начинает спортсмен много, чаще всего это заканчивается. Чаще всего. Поэтому у нас стоит задача, на международных стартах задача выиграть соревнования. Мы не едем туда ставить какие-то рекорды. Пусть будет для него это личный рекорд, если он выиграет, и для него будет достижение личного рекорда. А у него были международные старты? У него был один международный старт в 2011 году в Париже на чемпионате мира, где он занял четвертое место. На этот раз будем надеяться, что он будет честнее призем. Небольшой опыт есть, да, значит? Небольшой опыт. По разным причинам. Дело в том, что не было проведено им, с ним соответственной работы на протяжении некоторых лет. Где-то по разным обстоятельствам, где-то и от него зависящим, где-то по внешним факторам. Когда готовились к чемпионату Европы, все у вас сложилось? Не было ли травм? Хорошо ли прошла подготовка? Дело в том, что чтобы у спортсмена ничего не болело, такого никогда не бывает. У любого спортсмена, если подойти и спросить, что-нибудь его обязательно беспокоит. Ну, на это мы люди. У живого человека нам в свое время говорили так, а раз что-то болит, значит все нормально, значит ты живой. Конечно, не без каких-то проблем, но, естественно, мы стараемся свести это к минимуму, чтобы это безболезненно прошло все. Бывали травмы, где-то небольшие, где-то еще, бывали простудные заболевания, с этим тоже пришлось столкнуться. Вот Алексей Ювкин, к сожалению, так набрал неплохую форму. Буквально вот сейчас на последнем сборе, перед стартом, приболел температура и 39, и 40, и до 41 даже. И мы как-то и переживаем за него, и желаем, насколько можно, но, к сожалению, он так, как мог бы выступить. Не восстановится, конечно, но сейчас, как бы, резерв не очень большой на данный момент. И в его весе у кого-то травмы, кто-то распланировал свои старты на какие-то дни соревнования, кто-то решил подлечиться, отдохнуть, и вот такие вот моменты. И когда, допустим, едет спортсмен, скажем так, не самый сильный, не всегда там сидят какие-то козни, не надо об этом думать, потому что они тоже все люди, и бывают разные причины. Кому-то нужно какие-то с домашними хлопотами справиться, кому-то нужно с личными проблемами, то есть проблемы здоровья. Если кто-то учится в институте, в университете, ну, все, вот это вот жизненные моменты. Кто-то, допустим, как Албегов Словчев, на данный момент как бы решили пропустить Европу, а перед Олимпийскими играми это частое явление, нередкое, они не первые, то, естественно, расклад бывает другой, и везут другого человека. Люди, не знающие информацию, конечно, могут подумать, а что же произошло. А ничего не произошло, вот такой простой, простой тут житейский вот такой момент. Или травма, или какие-то вопросы надо порешать, жить-то надо. Или сознательно люди пропускают старш, чтобы поберечь здоровье и нервную систему для более важного старшинства. И ничего более. Когда Могушков установил рекорд России, это почти, ну, можно сказать, запланированный был момент? Или, скажем так, ну, он и на тренировках нередко, и год, и два, и три назад лазил на веса 215 килограммов. Не покорялись они ему. Ну, на тот момент, скажем так, под 210 ожидалось от него. Ну, скажем так, и 210 допускалось, и все. Ну, хотя и немного больше, на 3 кило, 213, но на тот момент они ожидали. То есть вы даже не планировали? Ожидали где-то под 210. На тот момент, это было совсем недавно, я с ним работаю буквально вот три месяца. Бывало и раньше, не будучи его личным тренером, чуть-чуть бывало, присматривали за ним. Но мы нечасто были вместе, если даже были, у него был другой тренер, Асламбек Идиев. Они по обоюдному согласию прекратили свое сотрудничество. Человек ко мне обратился, присмотрите, не откажите, пожалуйста. Мне 18 лет, хотелось бы оставшиеся пару лет попытать счастья хотя бы на его, скажем так. И кто-то может подумать, это не так, но я не знаю, я подумал, что это неудобно отказывать. Я не раз отказывал ему, думаю, если всегда отказывал, как-то не по-человечески. Я и без того, чтобы он там записывал меня тренером, как бы, за ним присматривать. Но ситуация сложилась так, что мне пришлось писать себя в ответ, создавшиеся обстоятельства. Если человек приучен к другой манере работы, в техническом плане, в другом, я не пытаюсь там в корне что-то ему изменить, а там чуть-чуть что-то подправить, в первую очередь, как бы, немножко отношения. И если, насколько человек сам захочет преодолеть где-то себя, где-то лень, где-то еще поковыряться в голове. Ну и я просто, хотя бы по простой причине, если я чем-то занимаюсь, я хочу иметь в этом деле успех. Поэтому я заинтересован тоже, раз я с ним провожу время, то было бы нелогично находиться на сборах, просто прохлаждаться. Я бы лучше дома, поэтому мы постараемся сделать. Времени, конечно, мало было, чтобы казалось бы, там, три сбора, но для того, чтобы немножко попытаться его, ну, чуть-чуть поменять его отношения, немножко, ну, чуть побольше времени требуется. И, во всяком случае, он делает то, что ему говорится, но важно, чтобы он это делал качественно. Потому что, если не будет качественного исполнения, тогда желаемого, ожидаемого результата мной, другими или им самим этого не будет. Только качественная работа позволит надеяться на успех. А вы все сборы здесь проходили, в Рузе? Нет, не все. Вот вы говорите, три сбора? Три сбора, это, значит, Кисловодск, первый сбор в Кисловодске в этом году был, второй в Сочи, вот третий, крайний сбор перед стартом. Это, интересно, целенаправленные такие сборы? Ну, конечно, это именно подготовка. Ну, в разных городах, я имею в виду. Да, да. Допустим, Кисловодск, там, Среднегорье, специально по просьбе многих видов спорта, к министру спорта Виталию Леоновичу Мутко. Ну, как раньше практиковалось. Да, озвучен. Потому что с распадом Союза была база в Армении, в Цахкадзоре, ее сейчас не стало. По просьбе многих видов федерации, в нашей частности, тоже строится и красиво, хорошо строится. Он филиал Южного федерального центра спортивной подготовки под названием «Юг» в Кисловодске. Да, «Югспорт» он, по-моему, был. «Югспорт», да, «Сочинский филиал». Вот первый сбор в Кисловодске с 9 февраля, потом со 2 марта в Сочи и с 23 марта здесь, в Шузе. Ну, то есть, такие сборы, получается, целенаправленные в разных городах? Ну, да, потому что за период, за три сбора, планируется, здесь проводится такая работа, планируются нагрузки, снижение нагрузок. Ну, то есть, подготовка идет, и цикл подготовки идет, где нужно регулировать эти моменты. И чтобы как-то чувство спортсменов не притуплялось на одном месте, вот давным-давно, еще с далеких времен, еще есть такая практика проводить в разных точках, в разных природных условиях. Ну, то есть, видно, что идет целенаправленная работа с анализом, с подходом специальным. Спасибо, желаю вам успехов, побед, новых рекордов. Вам спасибо, что приехали, что интересуетесь. Спасибо всем любителям нашей тяжелой отборки. По-любому где-то могут мнения расходиться у людей и то, и все. Но всем мы желаем успеха для нашего вида спорта, и вообще, скажем так, и нашей стране, и всем нам, поэтому, и читателям, и слушателям большое спасибо. Мы, со своей стороны, это тоже знаем, что есть люди. И пока здесь находимся, авторы придут на смену, другие, пока здесь находимся, постараемся сделать все максимально, что мы, это то, что мы ответствующие, скажем так. Чувство долга, чувство ответственности у человека должно быть. К сожалению, не всегда получается в полной мере это показывать, доказывать делом. Причины бывают разные. У нас и космические корабли падают нередко, к сожалению, а затрачены бывают на них миллиарды. Фактор форш-мажора или какого-то другого неблагоприятного момента нигде, никем, скажем так, не обойден. Это присутствует, везде присутствует. Сегодня на любых уровнях есть свои задачи, свои вопросы, свои пожелания, свои чаяния. Что-то решается, что-то не решается. Это не значит, что мы как-то тоже доверились воле судьбы. Мы должны постараться полностью отдать себя, и только тогда надеяться, что судьба будет нам благосквалась. Спасибо. 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 Спасибо.